Друзья, приветствую вас на канале Лэйзи Би и сегодня я хочу поговорить с вами о топ 10 сексуальных обычаев в Африке. Итак, поехали! На 10 месте располагается интересный обычай, который используется в Западной Африке. Это обычай выкупать свою невесту у течи. Отличие от нашего обычая состоит в том, что жених должен удовлетворить мать невесты, причем претендента выбирает отец невесты, а продолжительность выкупа целиком и полностью зависит от предполагаемой тещи. Что ж, друзья, если такой обычай у нас располагается только на 10 месте, можете себе только представить, что я для вас приберег на первое место. Идем дальше. На 9 месте обычай, который распространен у племен Северо-Западной Африки, где каждый месяц проводится сексуальная лотерея. Каждый из мужчин тянет жребий, с кем из женщин ему предстоит провести эту ночь. Трудность в том, что жребий тянут все, и стар, и млад. Отказываться нельзя, иначе будешь навечно отстранен от дальнейшего участия в лотерее. 8 место. Детям в африканских племенах уделяется очень большое внимание, потому что их долг – забота о своих родителях. Каждая семья хочет иметь как можно больше детей, но не у всех женщин полноценные мужья, и поэтому у вождя существует специальный помощник, освобожденный от работы и в обязанности которого входит воспроизводство племени. 7 место. В Кене проверить невинность невесты перед свадьбой может любой желающий. 6 место. В океане Центральной Африки и Индонезии невесту раньше отдавали во временное пользование либо всему племени, либо товарищам мужа. Причем, как правило, будущий супруг под страхом смертной казни не мог участвовать в этой оргии. 5 место. В Заирии Конга предсвадебную работу с невестой проводил только вождь, и если он не мог этого сделать, народ бунтовал и свергал его. Ничего себе! 4 место. В Некоторых странах любовью с невестой обязательно занимаются все друзья будущего мужа, причем обязательно в доме матери невесты. И теперь мы переходим к тройке лучших обычаев. И 3 место. У многих африканских народов существуют эротические игры, связанные с укусами в попу. Например, от яда муравьев вся поверхность ягодиц становится одной крайне чувствительной эрогенной зоной. Даже не знаю, стоит ли после этого сидеть в муравейнике. 2 место. В Танзании женщины воруют у избранников обувь и мотыгу. Эти элементы для мужчин самое дорогое, поскольку с их помощью они обеспечивают себе жизнь. Мужчина обязательно придет за этими предметами в дом женщины. И теперь мы переходим к самому интригующему первому месту. И вот оно, вот этот обычай. В некоторых племенах экваториальной Африки считается, что мужчина не должен страдать, занимаясь любовью с девственницей. Девушек предпочитает отправлять в джунгли, чтобы неприятную обязанность совершил самец гориллы. Считается, что барышня, не сумевшая привлечь себе этого самца, хорошей супругой не будет. Что ж, друзья, может быть некоторые из вас вдохнули свободнее, что не являются жителями этих племен. Для кого-то это были любопытные факты, но тем не менее. Что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, если видео вам понравилось. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!